Крупный всероссийский конкурс проектных и исследовательских работ «Я исследователь» проходит уже в 12-й раз. Интересно это мероприятие тем, что участие в нем принимают те, кто только начинают свое знакомство не только с наукой, но и в целом со взрослой жизнью. Заниматься наукой полезно с самого раннего возраста, уверены воспитанники детских садов Славянского района. Этому доказательству большое количество участников конкурса среди дошколят «Я исследователь», которые в юном возрасте уже уверены, что поиск ответов на вопросы – это интересно. Четвертый опыт. Нам понадобилось кока-кола и молоко. Посмотрите, какая реакция. Мы делали точно такой же опыт день назад, и вот что получилось. Проведя опыты, я сделала вывод, что газированная вода введена для организма. Глядя на юный возраст, участников конкурса становится интересно, какие такие научные изыскания они могут сделать в свои 5-6 лет. А могут они, как оказалось, многое. Научные труды юных исследователей начинаются с простых вопросов, которые каждый ребенок задает родителям. Почему песок рассыпается, и как сделать, чтобы песочный замок дольше простоял? Почему нельзя пить газированную воду и есть много сладкого? Конечно, для родителей намного проще ответить «потому что» и завершить на этом неудобный разговор. Но есть мамы и папы, которые превращают эти почемучки в интересную игру, благодаря которой ребенок сам превращается в исследователя. Это очень интересно и для развития ребенка, но и в то же время нам интересно было изучать вместе с ней, не только воспитателю, но и мне, как маме. Тоже вглубиться в эту тематику было очень интересно. А что за тема? Веселая веревочка или откуда появилась скакалка? Ведь правда, когда мы прыгаем на скакалке, мы никогда не задумывались, откуда она вообще взялась и кто ее изобрел. И дочь сама искала материала? Да, она искала, она придумывала, что можно сделать со скакалкой, она придумывала разные игры. То, что мы даже взрослые не могли представить, что оказывается, можно такие игры придумать с обычной, в общем-то, веревкой. Основой исследования для каждого участника становятся личные интересы. В этом году принимают участие 44 ребенка и прошли отборочный этап 26 человек. И сегодня будут состязаться, защищать свои работы творческие 26 юных исследователей, которых мы будем очень с интересом слушать и что-то для себя предпринимать. Специалисты отмечают. Говорить о том, что у ребенка выраженный интерес к гуманитарному или естественно-научному направлению пока рано. В этом возрасте их потребности познавать мир поистине безграничны. А задача взрослых – подсказать, где и как можно найти ответы на тысячи их постоянных почему.